Четыре руки, пять ног не нужно, чтобы уметь этим работать. Нужна просто разумная, свежая голова, которая понимает и уважает все позиции, понимает, что есть законы физики, которые игнорировать просто глупо. Если вы будете этим пользоваться, у вас будет борьба вот такая и будет приносить вам только удовольствие. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Али Магомедов и наша прекрасная Алина Ерохова. На этот раз мы собрались, чтобы рассказать вам концепцию того, как я люблю проходить и нивелировать сильные стороны таких гардов, как дипхавгард, иксгард. В общем, те гарды, когда соперник расположился под нашим центром тяжести, вяжет нас, сковывает нас и не дает нам спокойной жизни. В общем, давайте ознакомиться с этой позицией. Начнем мы, пожалуй, с иксгардов, потому что они для меня гораздо более простые, чем дипхавгард. Обещаю почему. Потому что я люблю больше динамику, я люблю больше работать амплитунно всем своим телом. И иксгард – это работа на полной длине своих конечностей. Если, ну как бы условно, если брать расстояние, то работа в дипхавгарде – это где мы клинчуем с человеком, или он с нами клинчует, там минимальное количество пространства, то здесь, наоборот, пространства много, как у соперника надо мной, так и у меня с ним. Грубо говоря, когда мы работаем на дипхавгард, я буду сидеть на коленях, и я не смогу использовать всю длину своих ног. Когда я работаю в иксгарде, все наоборот, я стою на своих прямых ногах, и с этой дистанции мне гораздо удобнее и лучше маневрировать. Здесь самое главное нужно для начала… Давайте я пробегусь вообще про то, чем я лично из иксгарда люблю атаковать соперников. Это будет такая обоюдная работа, потому что, по сути, все, что я вам рассказываю, оно одинаково ложится как на топ-гейм, так и на гард-плей. Вы должны просто это понимать, что это одна информация, которая и там, и там вам будет полезна. Если вы знаете, как строим гард, вы, по сути, знаете, как его разрушать. Поэтому давайте начнем с того, как вообще иксгард строится. Лично я люблю, вот, говорим, хватать, заходить сюда, хватать здесь. А мы пока не будем рассматривать вот эту историю, она не сильно подходит под эту позицию, она больше подходит, когда человек сидит на одном из колен. Условно, да, вот мы здесь, даже вот или сингл икс, и мы заходим в это. Это очень сильная позиция, я люблю, просто я ее работаю специфично только, когда человек сидит на одном колене. Пока мы рассмотрим мой базовый вход в этот иксгард, если человек стоит на ногах. Мы здесь, зацепились правой ногой, заехали, пошли сюда. Основные здесь атаки строятся вокруг того, просто вокруг того, как расположен соперник. Если он вот так вот башней стоит наверх, его единственное уязвимое место, это вот движение назад. Соответственно, мы его просто подлавливаем таким движением. Правую ногу сюда, оп, спускаем его в эту сторону, дальше встаем, уже располагаемся сверху, делаем сингл. Да, туда можно применить кучу всяких там вариантов болевых на ноги, но я в этом не сильный эксперт, но эти экспертные суждения лучше спрашивать у других спортсменов. Я просто рассказываю, что это легко ложится как раз в работу с болевыми ногами, с болевыми на ноги и с прочими атаками. Я лично люблю работать гардой именно для свипов. Соответственно, вот это основной свип, который я пользуюсь. И запомните, я не выбираю то, как атаковать, для меня всегда важно, как работает соперник. Грубо говоря, он выбирает, чем я буду его терроризировать. Соответственно, как человек прямой, мы всегда делаем свип туда. Более-менее человек поймет, что, ну, прямо на руки встань, да, что лучше вот располагаться как-то типа вот так. Теперь смотрите, как бы этот свип не хотел сделать, он абсолютно не актуален. То, что центр тяжести соперника здесь, валить его назад не получится. Но мне здесь уже нужно делать другие атаки. И что я буду делать? Я зашел свои правые ноги, буду уходить сюда направо, правую ногу класть сюда и делать вот этот вариант свипа. Где мы встаем, аккуратно валим с соперника, просто через другую историю ставим. Кроме говоря, мы сейчас прям сильно зацикливаться на этом не будем. Это вы все уже тысячи раз видели. Это базовые-базовые атаки с эксгарда. Вот она берет. Да, вот она здесь. Смотрите, если я прямой, надо понимать, что ничего хорошего. Не ждите, человек сразу правую ногу спустит. Да, вы уходите и вариантов как бы защититься не будет, потому что мы все обычные люди и все подвержены обычным дисбалансам, контролю и падениям. Поэтому нужно просто это принимать. Сидеть вот здесь вот и ждать, пока... Да, она этот свип не сделает, но теперь она может за счет правой ноги уйти на правый бок. Не-не-не, прям держись. Вот сюда растолкнись. Правой ногой упрись в меня. Правой. Полностью выпьем. Да, и делать технику в стендап. Да-да-да. Этого ждать тоже нет смысла. Потому что умелый человек, если получит такой доступ к началу движения с вашей ногой, или просто какой-нибудь человек, который шарит в вольной борьбе, шарит как делать сингл лэг тейкдаун, вы будете уже сильно в плохом положении, пустив его туда. Поэтому все мои проходы и вся моя работа всегда строятся вокруг того, что я предотвращаю необратимые процессы. Понимаете? Если они необратимы, их лучше предотвратить потом, потому что вы ничего не будете делать. Соответственно, первое, что я люблю здесь делать при работе в Иксгарде, понятно, я не иду туда, и понятно, я не стою вот здесь. Я стою сюда на правую руку, что в принципе не дает человеку... Сделаю это. Ну, как бы... Туда у меня не симпонет. Понимаете? У меня центр тяжести здесь, я здесь в безопасности. Но и при этом у меня есть левая рука, которая позволит мне работать с его ногой. А здесь такого же с вами быть не должно. Я люблю правую коленку, класс, сюда прям весом, чтобы сопернику было дискомфортно. Далее. Он плотно работает, пытается держать. Не надо убирать нижнюю ногу. Хватайте, опять же, этим C-грипом, который мы вам рассказывали в прошлый раз, когда я показывал концепцию проходов открытого гарда. Хватаем вот эту верхнюю ногу. Это такой универсальный захват, который почти везде применим и можно им работать. Давим на ноги. Одна нога придержит вторую. Ну, уходим сюда. И здесь все очень просто. Буквально все очень и очень просто. То же самое, смотрите. Мы здесь сразу не надо ждать. Уйдите сюда. Правой ногой, правой рукой сделайте вот такой подворот. Определите свой вес правильным соперником. Сразу рукой находим, давим, освобождаемся. Абсолютно очень все просто здесь. Также смотрите. Сингл-экс тоже туда подойдет. Не икс-гарда, а вот эта работа в сингл-экс-гарде. Она особенно для меня была важна в понимании, как от нее научиться защищаться. Почему? Потому что большую часть карьеры я как раз страдал от того, что люди делали мне болевые на ноги. И для меня было особенно ахилл. Поскольку большую часть карьеры почти все проводят так или иначе в белых, синих, фиолетовых поясах. И это как раз то время, когда вы еще не эксперты. У вас есть на чем подловить. У вас есть дыры в игре. И для меня было особенно важно научиться здесь работать так, чтобы у меня... Ну, у меня даже больше было не сам свит, А больше было, чтобы после свит, а здесь всегда следовал ахилл. Который, во-первых, мне было страшно. Во-вторых, я просто не понимал, что с ним делать. Основная моя концепция защиты от ахилла всегда была... Строилась на том, чтобы... Почти, боже, 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 встань на ноги. Даже вот условно здесь. Человек хватает, прыгает на ахилл. Все строилось вокруг того, что я просто вставал. Если я встаю, уже как бы мне не страшно. Потому что мат защищает меня от изгиба моей ноги. Соответственно, человек может просто сжимать там. Но на сухожилие воздействовать сильным рычагом своей спины он уже не может. До тех пор, пока снова меня не повалит. И у него не появится вот это движение, где он спиной мою стопу отрывает туда и забирает ее к себе домой в рамку. Соответственно. Первое. Если мы рассмотрим... Просто так уже пробежимся, раз мы это затронули. С чем я больше испытывал проблем? Если изначально вы знаете, что вы работаете с какими-то людьми, которые любят ахилл, понятно, это глупо работать вот такие гарды, сувать им, как знаете, крястная тряпочка перед быком махать. Но тем не менее, я бы наоборот предлагал им хавгард, предлагал бы им свою шею, андеркуки, что угодно, но только не свои ноги. Потому что для меня всегда это практически было... Я не знаю правила, что если человек специализируется на болевых на ноги, то он не специализируется на позиционной борьбе, и на этом я буду его ловить. Но, очевидно, я не могу его перебороть с болевых на ноги, значит, мне нужно ставку делать на позиции. И я уже бы так не работал, я бы работал совсем дальше. Но, тем не менее, если вдруг так вышло, что вам упрыгнули на ахилл, здесь, во-первых, долго ждать не надо, надо моментально действовать. Во-первых, естественно, нога должна быть напряжена, чтобы это вам дало... Если вы полностью расслаблены, в следующие секунды вам ногу сломают и как бы фантазировать не надо, ребят. Здесь терпеть боли я никогда не мог, это реально больно, это травмоопасно. И, по мне, даже глупо игнорировать возможность получить травму просто ради того, чтобы не сдаться. Поэтому защита строится очень простая. Есть понятие между защитой и эскейпом, это разные вещи. То есть, вот эта защита, просто вот схватить и защищаться, да, это защита. Но, если она, защита, не несет за собой какого-то эскейпинга, это вопрос времени, кому защиту оборвут, обойдут и в итоге доделают прием. Надо четко разделять между собой два этих термина, то есть дефенс и эскейп. Дефенс – это защита, эскейп – это, ну, все на клавиатуре, наверное, видели, да, это когда выходишь из программы. В общем, убегать. Соответственно, здесь, смотрите, первая защита, но моментально нужно понимать, что нам нужно вставать. Глупо идти сюда. Вот это всегда, сколько раз я видел, что мои ученики поваруются, всегда это заканчивается тем, что они сдаются. Даже вот это, да, это хорошая идея, перешагнуть. Но, опять же, для чего мы перешагнули, если мы не встаем, человек снова обратно затянет свои ноги, и мы получим все то же самое, чего мы хотели избежать. Соответственно, здесь, смотрите, в первую очередь, это уйти сюда и встать. Все. Здесь уже мне не так страшно, понимаете? И даже если он будет сильно выгибаться туда, да самое страшное, если он с этим выгибанием туда меня повалит. Тогда я буду сдаваться. Более того, я понимаю, что если он еще здесь не успел включить спину, я начал вставать. То есть здесь, когда он делает это движение, он уже с включенной спиной валит меня сюда, пока я упаду, пока я устаканюсь и начну путь назад, вы останетесь без ноги, это глупо. Соответственно, выход сразу сюда, стоим. И вот здесь все очень просто. Смотрите, я всегда делал одно и то же. Я убирал эту ногу и проходил сюда. Еще раз. Вот, эту ногу мы держим, поскольку нам нужно держать ее, ну, смысла мне нет ее не держать. Эту ногу убираем, но не ждем, пока он ноги закинет обратно. Любой нормальный человек всегда закидывает ноги обратно, понимаете? Я убрал, он закинул. Мне нужно, пока ее нет, сразу обойти сюда. Я делаю такое? Виляние своей правой ногой. То есть я делаю вот так. Это вот часть движения, которую ногу открывает туда. Но мне нужна еще часть движения, которую ногу сюда проваливает. Видите, я своей ногой ее туда проваливаю. Попутно делая это, мой вес остается на правой ноге. И я могу сделать вот этот циркуль левой ноги. Так вот, ребят, подытожим. Я очень много страдал от именно ахиллов. Поэтому для меня было прям жизненно необходимо для моего прогресса в джиу-джитсу понять, как нивелировать такие позиции, как сингл-х. Потому что чаще всего с нее мне именно делали ахилл. Ну, это самый базовый вариант ахилла вообще в IBJ в джиу-джитсу. Мы не рассматриваем ADCC, где там ноги перекидывают. Да, это немножко рушит концепцию этого прохода. Но, по крайней мере, в IBJ этого нет. И, слава богу, поэтому мы можем использовать мое сильное позиционирование для того, чтобы не попадаться на ахилл. Помним, если нас свалили, мы сразу встаем сюда. Самая сложность здесь бывает именно, когда человек умело работает этой ногой, и я не могу сюда повернуться. Вот, ребят, фантазировать не надо. Просто хватаем колено и буквально поворачиваем. То есть нам нужен хороший захват, который развернет человека сюда. Все, развернули, сразу ищем путь наверх, ничего не придумывая. А далее, когда я уже был черным поясом, я уже понял, что у меня есть некоторые навыки и понимание самих болевых на ноги. Если я не хочу проходить гард, я всегда могу отсюда атаковать сам тол-холд. То есть очень-очень хороший фантазик, поскольку отсюда человек ничего не может сделать, я могу его схватить здесь, пойти сюда, сделать сам болевой. Если вы любите такие изощренные техники, то, может, вы видели Майкл Пейджа, знаете, который дерется в библиотворе, такой весь негр, который сумасшедшие нокауты делает. И он еще такой болевой на пятку сделал, когда ему делали, короче, он скинул, человек ногу закидывает обратно, и он вот здесь вот так вот сделал. Страшный болевой, самое главное, незаметный и непонятный откуда. Но я, честно говоря, не уверен, что в джиу-джицу-ге он разрешен. Разрешенности молок называется? А, нет, это не исти молок. Нет, ты путаешь, смотри, исти молок, я буквально знаю, что это такое, потому что исти молок это вот. Когда ты животом подлавливаешь и хватаешь вот так и вот так. А теперь внимательно обрати внимание, то есть там было животом и вот так, здесь вот. Блин, я вчера вот эту технику показывал у себя в группе и объяснял, что это исти молок. Ну, значит, это и что-то. Итак, вернемся. Снова. Single X. Ребят, запомните, никогда визуально вот так не стоять. Как бы вы здесь ни стояли, всегда вот это движение, наш таз провалит туда, взял обычный. Неминуемо упадете. Просто запомните. Ключ здесь именно вот в этом фронтальном расходе. То есть, и вот в этом фронт моего расположения сюда. Разумеется, это я вам сейчас так руками показываю, сейчас она меня тоже уронит. Я вот здесь. То есть ни о каких вот таких вот позициях она меня тоже повалит, и все мое дело полетит за моей жопой туда. За исключением, если я буквально вот здесь не стою, понимаете. Вот здесь она будет это делать, ну, не, она меня не злинет, понимаете. Теперь, более того, я всегда могу спихивать, начать и в эту сторону проходить. Но, как я сказал, вот в эту сторону это максимально менее реалистично. Но, возможно, нельзя это, ну, игнорировать. Это возможно. Но самый реалистичный способ для меня, это вот это. Отсюда очень сложно остановить это движение, потому что оно незаметно начинается, и оно становится практически необратимым после того, как вы заметили, что соперник его делает. Ага. Это что касается по моим основным работам. Подождите, это еще не все, подождите, подождите. Есть еще такие х-гарды, как искалка, а человек сидит на коленях. Подождите. Вот, условно, я сейчас вам покажу, как я на них ухожу, и особенно я люблю это делать, когда я работаю в ноу-ги. То есть я работаю до риву, как я отсюда хожу в х-гард. Я правой ногой иду сюда, вот так вот тыльной стороной своей стопы цепляюсь, и теперь делаю вот такое движение, и захожу сюда, как раз в этот сингл-х, с человеком вот здесь. А опять же, те же самые свипы, которые мы только что рассматривали в настоящем человеке, абсолютно здесь работают. То же самое работает вот с этим. И здесь особенно, здесь особенно, я вот не люблю работать вот это, ну, с такой ногой, а, извините, с такой рукой. Я люблю здесь переходить вот сюда. И вот отсюда уже очень хорошо человека можно свиповать. Все просто. Левая нога здесь не толкает, мы делаем вот правую ногу. Вот, тяпильная сторона, которую я показывал, бунта, она делает вот это движение кик. То есть моя левая рука, моя правая нога такие. Вот так вот себя. Нужен первый импульс, который позволит мне подъемность. То есть вот сейчас я никогда не могу встать. А вот здесь, смотрите, я в импульс с ней встаю. Главное создать тот импульс, который поднимет по основе. Дальше как вы уже валите с человеком и в какой свип вы приходите, абсолютно непринципиально. Просто вспомните, а точнее не вспомните, а имейте в виду, что здесь также супер актуален тоу-холд. Меня буквально вот так травмировали стопу, когда я поехал на чемпионат мира в Польше, в Фунивазе. И, ну, как бы я не могу эти позиции не уважать, потому что раз меня так выигрывает, значит это действительно работает. Более того, типичный эскейп отсюда будет попыткой кувыркнуться, вращаться, да-да, и убегать. И что у нас сразу дает нам вторую возможность другого прекрасного болеона. Могу только на это делать, вытаскиваем правую ногу, делаем рычаг колено. Все, очень хорошая комбинация. Извините, конечно, так абстрагировались от того, как проходить эксгарт, но я думаю, вам это тем не менее будет полезно увидеть. Соответственно, зная все это, говори вам, или на сторона, иди туда. Не-не-не, вот сюда, вот, иди сюда, раз, два. Но, опять же, мы здесь, я не хочу сидеть здесь, потому что, смотрите, сидя здесь человек может на атакуать. Паджи, если ты хочешь зайти андерхуком, ты всегда сначала впытаешь колено вот так, хорошо? Хорошо. Да. Если мы попадаем сюда, ребят, честно, эта позиция гораздо хуже, чем была до этого. Объясняю почему. Теперь мы не можем встать и делать вот то, что я вам показал, это невозможно. То есть, опусти, вот если вот здесь это движение возможно, то вот с такой ногой вот здесь, ну просто примите, что так это больше не сработает. Если смотреть правде в глаза, если это будет черный поиск моего уровня, или даже чуть хуже меня, попав сюда, 99 вероятность, что у меня свипает. То, что это уже сумасшедшая хорошая позиция для стартовой истории, для свипа. Но тем не менее, если, допустим, я попал с человеком, который существенно ниже меня по уровню, и я могу игнорировать силу его изначальной позиции, я, наверное, шел сюда, вставал, вот через эту сторону старался бы освободиться. Но опять же, с реальным, хорошим, оперирующим своим телом и гарным соперником, такая фантастика будет лишь вашей фантазией, и вас просто поглобят и перевернут. Поэтому вы должны понимать, ребят, что большая часть техник, которые вы делаете, пока вы белый, синий, фиолетовый, даже коричневый пояс, это своего рода способ посмотреть, что действительно работает, пофантазировать, грубо говоря, поработать своим воображением, посмотреть, на что вы способны. Но когда вы идете к черному поясу, 95% техник, которые вы нарабатывали, пока вы были молодыми спортсменами, они просто уходят, потому что они теряют свою актуальность на самом высшем уровне. Все эти фантазии уходят, и вы начинаете понимать, что работает только рабочая классика, только сильные, проверенные техники, которые, ну, придуманы были там 20, 30, 40 лет назад, я не знаю, как джиу-джит только заражал, но 40 я, конечно, загнул, но условно с 2000-х годов, когда выступали, там, Хэнзо Грейсика, там, Браулю Стима, Роджин Грейси, Марселла Гарсия, все их техники актуальны и по сей день. Нельзя думать, что раз джиу-джитсу так эволюционирует, что джиу-джитсу изменилось, и сейчас только вот какой-то там нью-скул, не знаю, вот эти вот дебильные термины работают. Нужно понять, что рабочая классика, она на то и классика, потому что она актуальна всегда. Она работала тогда, и она будет работать сейчас. Вы, конечно, можете развлекаться, можете пользоваться любыми своими способами развития своих технических навыков, но никогда не забывайте, что на самом высшем уровне все ваши полу-полу-полу вот эти воображаемые фантастики, они, скорее всего, отпадут, и вам придется буквально либо учиться всему заново, как чаще всего говорят, что вот, ой, я черный пояс получил, мне надо учиться всему заново, либо это вас ждет, что довольно сложный моральный процесс принятия. Ну, конечно, людям нравится, что они годами нарабатывали, а потом на черном поясе, чтобы понимать, что они не работают как бы. Но, к сожалению, так оно и есть. Либо изначально просто принимайте то, что да, есть классика рабочая, которую вы всегда должны уметь делать, натачивать, чтобы она у вас была как бы в тонусе, эта техника. Все остальные вы можете развлекаться, но чтобы вы понимали, как у вас соперник гораздо лучше вас, без эмоциональных переживаний, отказывались от всех этих глупых наработок, и работали только то, что действительно работает. Самую рабочую классику. И тогда у вас же грузится будет прям вот актуальным, и у вас не будет никаких моральных проблем с принятием новых вызовов на новых высших уровнях. Итак, мы рассмотрели с вами X-гард, рассмотрели сингл X-гард там. Как бы ничего особого нет. Самое главное понимать, что умеет и что может делать соперник снизу, чтобы понимать, как это все нивелировать и контрить. Основное это, конечно, расположение правильное, не давать сопернику вас быть первым на движении, и не давать ему брать такие позиции, как вот X-гард или сингл X-гард с глубоким вот этим андерхуком под ногу, потому что, ну, это уже слишком сильный. Это, как знаете, как начинать схватку с закрытого треугольника и надеяться оттуда выйти. Конечно, не настолько все плохо, как закрытый треугольник, но степень необратимости треугольника до сабмишена и этой позиции до свипа примерно одинаковая. Их одинаково тяжело обратить обратно. Они практически необратимы, если ваш соперник или ваш партнер по тренировкам знает, как правильно применять эту технику. Поэтому принимайте, что есть некоторые точки невозврата, и когда вы их научитесь чувствовать, предотвращайте свое попадание в них. И это будет самым-самым лучшим вашим вариантом тактичности во время схватки. Сейчас мы немножко перейдем в работу в более такие клинчевые гарды, когда мы снизу, это дип-хавгард. Ну, по сути, это дип-хавгард, там ничего больше не придумаешь. Как бы у меня комбинационно, когда я работаю снизу, работает дип-хавгард, андерхук-хавгард. Но сейчас мы больше про дип посмотрим. Хотя, может, даже будет рассмотреть. После рекламной паузы. Лена, налей еще, пожалуйста, бокал пива. Я же не знаю, что ты пью, 6-9. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok